13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» наш постоянный эксперт Николай Голиков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. Здравствуйте, все наши уважаемые слушатели. Я надеюсь, вы тоже прекрасно выглядите и у вас прекрасное настроение. Всего вам доброго. Так, Николай, давайте посмотрим, написал ли нам кто-нибудь вопрос на сайте eho.kirovo.ru. Нет, к сожалению, нет пока вопросов. Я призываю наших слушателей почаще использовать раздел «Анонсы» на сайте eho.kirovo.ru. Можно спрашивать наших гостей. Также у нас есть в студии видеокамера. Нас можно смотреть на сайте. В этом же есть ссылка на онлайн-видеотрансляцию. Рукой вам помахать не обещаем, но у нас тут интересно. Я уже помахал. Николай уже марш. Юля, сразу скажу, что здесь анонсов не было, но мне вчера позвонили, увидев вот этот вот анонсик, и сказали, вот, Николай, Николай, раньше как мы вас слушали, а сейчас вы стали такой скучный. Так что давайте сегодня что-нибудь такое сделаем, чтобы я стал не скучным. Веселенькое. Не знаю, может быть веселенькое, а может что-нибудь такое перечное подадим. Ну, танец Винни-Пуха и пчелок мы с вами заранее договорились не обсуждать. Хорошо. Ибо обсуждать там нечего. Ну, как раз, да, именно то, что обсуждать там нечего. Вот, кстати, а скажите, пожалуйста, только что были новости на эхе Москвы федеральном, где сказали, что прокуратура, Следственный комитет проверят теперь танцевальные студии, видимо, во всей России. Ожидаете ли вы в Кирове проверок и будете ли вы это освещать? Нет, ну, во-первых, прокуратура, эта структура вертикальная, скажем так, полувоенная, поэтому если генеральная прокуратура велит, то региональные прокуроры обязаны. Как это будет выглядеть, понимаете, мне заранее уже весело. Я просто представляю себе, знаете, вот так прокурорские работники приходят в Дом культуры и просматривают программу каждого танцевального кружка. Ну, если у них есть свободное время, то, я думаю, это будет прекрасное времяпрепровождение. Хотя, опять-таки, кажется, что прокуратура должна заниматься все-таки чем-то другим. Вот мое такое особое мнение. Ну, вот, кстати, Николай, помните, да, когда там затонул теплоход, вот, когда случился пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, сразу же после этого как раз сотрудники прокуратуры пошли проверять сначала теплоходы, потом все бары, кафе, рестораны и прочие питейные заведения. Вот такую практику, когда где-то что-то грянуло, и потом проверять все остальное. Как вы оцениваете? Так это, конечно, не от хорошей жизни, потому что такая система реагирования, прецедентная, скажем так, да, что-то произошло, прокуратура реагирует. Вместо системной постоянной работы получается, да. То есть, в принципе, у прокуратуры есть задачи, поставленные законом, да, там, президентом и так далее. Понятно. И они должны их решать именно с утра до вечера системно ими заниматься. Когда же им предлагают вот от всего все это вдруг бросить и пойти проверять все танцевальные коллективы, вот как сейчас, или там ночные клубы, да, то, понимаете, ни та работа не закончена, ни это, в принципе, не сделано, потому что если уж проверять ночные заведения, то опять же их надо на регулярной основе проверять, делать это постоянно. А до такой степени отвлекать прокурорских работников никто не может. Получается, компанейщина. А к чему она приводит, мы все прекрасно знаем. То есть, ни к чему хорошему. То есть, как все было, так и продолжается. А у вас, скажите мне, пожалуйста, ребенок вдруг занимается танцами? Нет, у меня ребенок занимается танцами, не занимается, но я боюсь, что постепенно это пройдет и дальше. То есть, вот он у меня в музыкальной школе занимается. А вдруг пьеса, которой он играет, недостаточно патриотична. Понимаешь, я сейчас всего уже боюсь. Или автор какой-нибудь, вдруг Вагнера он начнет исполнять, да, что-нибудь такое. Сейчас ведь Вагнера уже боятся после истории с Тангейзером. Никто ничего не понял, что случилось, но все подумали, что Вагнер, видимо, запрещенный композитор. Может быть, он же немец, может быть, он вообще какой-нибудь там бывший эсэсовец. Кто его знает? Мало ведь кто знает, когда он жил и что он делал. Ох, конечно, Николай, смех и грех. Ну ладно, хорошо, давайте закончим. Не, ну Юль, все-таки, по-моему, лучше смеяться, да, чем вот обхватывать голову руками и думать, Господи, куда я попал. Ну, пока еще есть силы, надо смеяться. Ну давайте про Виннипуха и Пчелок еще потом за эфиром посмеемся. Хочу еще поговорить с вами о новой структуре правительства. Хороший переход. Виннипуха, да, и Пчелок к Никите Юрьевичу и его правительству. Так сразу представил себе членов правительства в этих полосатых костюмчик. Николай, подождите, давайте серьезно. Когда же нам презентуют новую структуру правительства Кировской области, список министерств, министров? Этого до сих пор не произошло, вы ждете? Ну, во-первых, структуру нам презентовали, насколько я знаю. Нам сказали, что 17 министерств, столько-то. Список министров. Да, да, да. А ждать-то это, вы понимаете, вот Юль, ну вот, да, вот чего я жду? Я жду, когда хорошая погода будет, да, это понятно, почему я этого жду, да. Например, я жду, когда сын закончит, наконец-то, свой класс и начнутся каникулы. Тоже понятно, почему я жду. Или я там жду, когда мне, наконец-то, авторы сдадут материалы в номер, которые надо срочно делать. Это все понятно, то есть я жду чего-то конкретного. Здесь-то чего ждать? Не, ну подождите, вы экономический журналист. Вам не интересно? Погодите, а при чем здесь экономика? Вот смотрите, у нас были департаменты, стали министерства. Что от этого изменится в экономике? Проблемы останутся те же, которые были перед областью. Вызовы, все проблемы, все остаются те же. Люди, которые будут решать, их просто переименовали, да? Ну или вы что думаете, с переименованием у нас там, как в той басне Крылова, там сейчас пойдут плясать и лес и горы, что ли? Да ничего не пойдет плясать. Мы просто поменяем вывески. Просто поменяем вывески. А все снова складывают новые люди? Нет, безусловно, потому что люди новые не появятся. Появятся частично люди, и то не новые. Вот как, когда, помните, утверждали заместители у Никиты Юрьевича, да? Тоже сказали, что состав правительства обновлен. Но если посмотреть-то, он насколько, все эти люди, они уже в этой колоде были. Колода у Никиты Юрьевича вот такая кадровая, она не так и велика. Другой вопрос, почему? Поэтому, как бы вот он ее там долго не тасовал, месяц, два месяца, три месяца, когда он начнет карты открывать, мы увидим снова знакомые фамилии. Я вам гарантирую. А почему не велика кадровая колода? Ну, здесь много есть причин, в том числе, вот я, например, думаю, знаете, вот почему такая вот причина, мне кажется. Вот смотрите, сейчас вот даже на крупных наших промпредприятиях происходит смена поколений, да? Помните, директоров советских, да? И где-то их дети, где-то их выдвиженцы постепенно начинают занимать их места. И когда я с ними общаюсь, с некоторыми из них, по крайней мере, да, я замечаю, по их словам, такую вещь. Они не вписываются вот в эту старую систему. То есть вот эти старые, красные, могучие директора, у них есть некое свое сообщество, у них есть свои лидеры, у них есть свое какое-то направление и так далее. А эти молодые люди, они для них уже не свои. У них возникают проблемы, коммуникационные, в том числе и бизнес-проблемы, в том числе, потому что, скажем, ну, там взять фигуры, там, ну, уровня, там, Николая Михайловича Липадникова, того, того поколения, да, они к ним относятся уже как-то вот не как к ровне, да, не как к каким-то своим, к каким-то, ну, бегают там, да. Никита Липович человек молодой. И боюсь, что у него вот по отношению как бы вот к нашему этому довольно-таки старому сложившемуся обществу возникают такого же рода коммуникационные проблемы. То есть на контакт с ним идут не все. И, соответственно, люди, которые с ним работают, да, это достаточно ограниченный круг. Ну, может быть, там, скажем, этот был до этого депутатом, сейчас он стал министром, а позже от прораба до министра дорастет, если тупко дерево родится баобабом, и будет баобабом тысяч лет, пока помрет Карпел Высоцкий, да. То есть вот этот ресурс, он ограничен очень. Поэтому чего-то ждать, тем более, а что ждать, понимаешь? Вот от того, что сменятся фамилии даже, система-то не поменяется. Основное направление работы не поменяется. Ранее принятые программы будут продолжать выполняться, несмотря на то, что они не приносят никакого результата. Нет, но от человека все-таки очень много зависит, Николай, но вы зря. Только не в России. В России у нас строгая жесткая вертикаль власти. Начальник сказал бить в эту точку. Понимаете? Нет, ну я с вами не соглашусь, и от главы департамента правительства, да, там от министра все равно очень много зависит. Либо он так работает, либо он иначе работает. Это частности. В каких-то, может быть, вопросах, но не в главных. То есть, безусловно, у человека есть некая площадка для маневра, где он может проявить свои там интересы, да. Но в основном и в целом он выполняет программу, принятую еще его предшественниками, утвержденную там и так далее. В любом случае у него есть начальство, которое от него требует вот этого, этого и этого. Если у него остается свободное время, да, он может там что-то еще может быть сделать. Николай, вот подождите. Хотя, опять же, Юль, погодите. Если взять, например, тоже вот Министерство культуры, да, Павла Сырцева, да. Он ведь и рад бы очень многое сделать, да, мы же его знаем. Он же хороший. Но у него есть бюджет, у него есть программа, и он ее выполняет. Что-то появляется извне, он бы может и рад помочь, да. Взять тот же вот наш гадка Джастбенд, который там три года бьется, ищет финансирование. Да он бы и рад ему помочь. Но денег-то нету на это. А на что есть, то заранее утверждено. Понимаете, что он может сделать? Что он может сделать? Такой хороший и добрый Павел Сырцев. Ну, нет, от человека все равно очень многое зависит. Вот, Николай, представься, да, у вас есть там авторы в штате, есть журналисты. Там вы даете журналисту редакционное задание, отправляете его, не знаю, на мероприятие, на правительство, на УЗС. Один журналист задаст неудобные вопросы и принесет что-нибудь горяченькое, а второй журналист не задаст. Это две большие разницы. Ну, во-первых, у меня есть журналисты, которых я собрал. Вот у Никиты Юрьевича есть группа людей, которые с ними работают, заместителями главного департамента, которых он собрал. Он их знает. Я знаю своих журналистов. Я знаю, кто и что принесет. И он знает, кто и что сделает. То есть, понимаете, здесь на самом деле все зависит от руководителя. От меня. Если я этого человека взял, то я знаю, чего от него ждать, да. И, соответственно, использую так, чтобы он вот именно то, что я от него жду, делал. То же самое и здесь. То есть, здесь я не жду от кадровых перемен в нашей системе ждать каких-то изменений, в общем-то, бессмысленно. Сколько у нас сменилось в России министров культуры? К чему мы в итоге пришли? К тому же, к чему и шли. Хотя люди вроде там были, знаешь, из культурных семей, из очень внуки великих писателей, были министрами культуры и кто угодно. Ничего это в сущности не изменило. Есть система, люди в эту систему входят. Соответственно, они меняются, попав в нее. Все меняются, попав в эту систему. И они делают то, что нужно. Поэтому ждать чего-то от фамилии я, честно говоря, не жду. Вообще, вот это переименование, смотрите, как нам объяснили, что это нужно для того, чтобы вятский чиновник приехал в Москву, и чтобы его функции совпадали с функциями министра. Кто-то даже так это сказал, знаете, как ключ в замочек, чтобы входил. Глупое сравнение, потому что ключ может не совпадать по форме с замком. Те, кто знаком с такой штукой, как отмычка, прекрасно понимают, она совсем не похожа на замок, но она его открывает. То есть это совсем не обязательное условие, чтобы было какое-то совпадение. Тем не менее. А дальше ведь-то что будет? У нас есть 39 районов, которые ездят в Кировскую область решать свои финансовые вопросы. Вот я бы на месте глав районов сказал, теперь я должен, что у меня, условно говоря, в Верхошижемском районе, чтобы я успешно решал вопросы в Кирове, должны быть министры. А как? Ведь та же самая логика, да? У меня должны по функциям совпадать, чтобы входить как ключик в замочек. Мы что получим? Министр культуры Верхошижемского района, министр экономики, министр сельского хозяйства, а как иначе? Причем с названиями такими же, как у нас. А глава района подай ему быть губернатором. Губернатор Сумского района, потому что иначе как же он будет говорить, решать свои проблемы в Кирове? Но Николай, вы утрируете? Я не утрирую. Ведь нам так сказали, это нужно для того-то и для того-то, но ведь вертикаль-то везде едино. Но нам еще в качестве причины называли оптимизацию на самом деле. Вот всякий раз, когда говорят об оптимизации чиновников, тут надо смотреть очень внимательно. Да, у нас был 21 департамент, стало 17 министерств. И как бы мы все полагаем, что людей должно стать меньше. Но у нас люди принимаются на работу для осуществления функций. Так ведь, если нет функции, нет человека. Если есть функция, должен быть человек. Значит, если этого человека не стало в департаменте или там в управлении, значит он появился в каком-то автономном учреждении. Он как бы уже не чиновник. Но это учреждение, если назовет за государственный счет. Потому что если есть функция, она должна выполняться. Ну, здесь ведь имелось в виду не только, например, сокращение людей, то есть физическое сокращение тех, кто там работает, а оптимизация функций. Ну, нам же объясняли, да, чиновники, что иногда бывает так, что вроде как один департамент занимается вот какой-то, там, не знаю, темой строительства условно, да. А какая-то маленькая частичка вопросов, связанных со строительством, находится в ведении другого департамента. Им приходится обеспечивать вот это взаимодействие, которое не всегда эффективно. А тут раз и все в министерстве... В таком случае надо было создать одно министерство. И таких проблем коммуникационных не стало бы. Управление и управление всеми управлением. Кто хочет работать, тот работает. Кто не хочет работать, придумывает вот такого рода проблемы. Что значит? Это везде и всюду. В той же Москве есть куча вопросов, которые решаются на межведомственном уровне. Это нормально. Давайте просто наладим нормально вот это межведомственное сообщение. Сейчас, слава богу, техника позволяет, находясь не просто в разных министерствах, в разных странах, решать любые вопросы в одну секунду. Так что это все, мне кажется, отговорки. Зачем это затеяно? Я не знаю. Ну, вот красивее, конечно, звучит, да. Но, может быть, Никита Юрьевич решил осчастливить какую-то группу кировских управленцев, сделав их министрами. Потом у него в той книжке будет записано, был министром. Я не знаю. Поэтому я еще раз говорю, я не жду. Там что-то произойдет, но я просто сразу говорю, что от этого вряд ли что-то изменится. С другой немного еще стороны к этой теме хочу подойти. У нас с момента выборов губернатора прошло уже больше полугода. Вот этот срок, полгода, по вашему мнению, он достаточный для того, чтобы сформировать новую структуру правительства, новые министерства, подобрать людей в эти министерства? Или это нормально, что полгода нам вроде как ничего не говорят? На самом деле, когда губернатор, тем более отработавший уже 5 лет в регионе, приходит к власти, ему, чтобы сформировать свою команду, нужно месяц от силы. Потому что он наверняка, когда шел на выбор, об этом не то что думал, но должен был об этом думать. С кем он приедет и что он будет делать. Но вот здесь еще какой-то момент любопытный. Вот смотрите, вы говорите, почти полгода прошло, да? У нас, и так подумать-то, у нас и власти-то нет, да? Министерства не заполнены, тут что-то, то-то. А область живет себе и живет, так может вообще не стоит этого делать? Кстати, вот ровно полгода и один день. Вот. Уже полгода и один день мы живем без департаментов и без министерств, получается, да? Вот на таком перепуте и ничего, ничто не обвалилось. Вот я смотрю, те же здания стоят, экономика работает. Понимаете? Так может быть этого всего и не нужно. Может быть оно и так даже и лучше. А если по экономии посчитать, то страшно подумать, какие цифры. А вы имеете в виду, страшно подумать, какие цифры. Сэкономим. От чего? Если просто это все так и не будет работать и не будет получать зарплату. Понимаете? На самом деле ничего же не изменилось. Все продолжается, жизнь продолжается. Предприятия там какие-то работают, какие-то закрываются. Но это было и с министрами, в смысле было с главами департаментов и будет с министрами, да? А люди живут как-то все нормально. Вот, кстати, еще про количество замов губернатора хотела вас спросить. Некоторые эксперты говорили о том, что 11 замов много. Как вы считаете? Вы знаете, вот мне понравился один эксперт, он сказал, 11 замов много, 7 будет вполне достаточно, да? Я долго думал, а в чем разница между семью замами и 11? По мне, так и двух вполне достаточно. Ну, зам, что значит зам? Заместитель – это человек, который исполняет обязанности губернатора на время его какого-либо отсутствия по уважительной причине. Это заместитель губернатора, заместитель, там, председателя правительства. 11 замов, я не знаю. Это уж напоминает мне 12, там, зверей, которые к будде приходили, да, там. Ну, давайте 12 сделаем. И каждому дадим еще знак, там, это будет зам зайца, это будет зам кролика и так далее, да? Это здесь вот что-то говорить, анализировать глупо, потому что это изначально и 7 много, и 11 много. Не нужно это. Есть министры, есть губернатор, председатель правительства. У него есть два заместителя, которые могут провести свидание правительства в его отсутствии. Все остальное – это фигуры, как бы такие, обладающие должностью и зарплатой, но не влияющие на ситуацию. Потому что есть председатель правительства, есть министры, а это вот такие, знаете, вот единические прокладочки между ними. То есть они что-то курируют, я уже много раз об этом говорил. Вот эти вот должности, да, они что-то курируют, но они ни за что не отвечают. У них слово «ответственность» и «обязанности» в законе отсутствует, как у губернатора, так и у его зама. Понимаете? Так зачем они? Значит, курируют. Если вы берете министра, значит, вы ему доверяете этому человеку, он без кураторства обойдется. То есть, мне кажется, эти вот 11 человек, они, ну, два, по большому счету, один, да. Ну, заменил губернатора, пока тут, скажем, поехал в отпуск. Потом губернатор вернулся, этот зам продолжает работать. Ну, как, собственно говоря, в армию зам построил достаточно, в полу. Поэтому тут, как бы, я не считаю, там, 11 много, а 15, может быть, лучше, там, или 7, это все очень много, на мой взгляд. Причем я не вижу реальных, вот, как бы, функций этих людей. Они, как бы, такие, на самом деле, промежуточный некий этап. Это что вводит такой почетной должности, вот, ты хороший, я тебе эту должность дам. Отдыхай. А как вы считаете, может быть, сократят количество замов у нас? Я думаю, скорее расширят. Потому что через год окажется, что количество функций, которые эти замы должны выполнять, то есть количество направлений, которые они должны курировать, не посильно для этих людей, надо добавить чего-парочку. Скорее расширят. Ну, всегда так бывает. Даже когда проходит какую-то оптимизацию, сокращают, там, у нас лет 5 назад сокращали, пол, 15% чиновников. Что-то было такое, да? Сейчас вот опять говорят, надо сокращать, да? А в сумме мы приходим всегда к одному и тому же. Мы как были, там, по числу чиновников на душу населения на первом месте в ПФО, так и остались. Там Мордовия, следующая за нами, да, вот такие соответствующие структуры. Вот. Ничего на самом деле не изменилось. Вот, кстати, есть интересная статистика про Кировское ЗАГС собрание. Это сегодняшняя новость. Газета «Известия» проанализировала штатное расписание региональных парламентов. Анализировала газета «Известия», что именно, сколько сотрудников аппарата приходится на количество депутатов. На душу депутатов. Да, на одного депутата. И вот Кировская область получилась в самом низу этого рейтинга. У нас, так, 56 депутатов. И на 56 депутатов у нас, ой, нет, 54. 46 работников аппарата. То есть меньше человека, да? Да, меньше человека. И наш регион стал одним из немногих, где это соотношение меньше, чем один к одному. Ну вот опять же, это же законодательная власть. У нас одна, вот если смотреть на последнее, как бы, событие, следить за последними событиями, она у нас вообще какая-то такая вот, до такой степени уже сморщенная и скукоженная, что как бы как власть тоже особо не воспринимается. Законодательная власть скукоженная. Да, да, да. Потому что, смотрите, вот смотрите, вот если взять Государственную Думу, вы видели, чтобы Путин сидел в президиуме Государственной Думы. Если он там выступает, он сидит на первом ряду, ждет, когда его позовут. Выступил, ушел. Если он отчитывается, он выступает. Он не сидит на заседаниях. Представитель президента сидит на галерке. Правительство сидит на галерке. У нас Никита Юрьевич сидит в центре. Так где у нас законодательная эта власть? Почему в президиуме законодательной власти сидит человек из исполнительной власти? Странное у нас законодательство. Но вы считаете это принципиально? Из таких вот мелочей складывается позиция нашего ОЗС. Вот почему Дмитрий Русских решил прекратить работу в ОЗС. Почему в ОЗС сейчас заговорили о том, что вообще как мы голосовали, это не должно становиться предметом гласности. Ой, это отдельная вообще история. Понимаете, вот, то есть на самом деле у нас законодательное собрание, оно вот, на мой взгляд, сейчас никаких властных функций не выполняет. И чем мы двигаемся дальше, тем меньше мы видим эту власть как власть. Зачем тогда вот этому вот образованию? Вы смотрите, вот, даже вот смешно сказать, скажем, где-нибудь в районах, да, происходящих в Слободском, там депутат идет впереди народа, выступает там где-то еще там в Верхнекамском районе или где-то еще. В городе Кирове кировчане своих депутатов вообще не знают. Происходит где-то немыслимое событие, а у нас из депутатов, вот, кого знают кировчане, это, ну, Турула, да? Турула однозначно знает. И то он как бы не как депутат, а как некий партийный такой деятель, да, РКРП, там, вперед, Родфронт, так далее. Дмитрия Русских, может быть. И дальше какой-то турмоз. Где наша власть-то? Они же власть, они же наши депутаты. Зачем так много обслуживающих персонала? Им нужно этих, наверное, даже сократить, мне кажется. Потому что функционально они сейчас в очень подавленном состоянии. Ну, вот, слушайте, вы так нелестно отзываетесь о законодательном собрании. Я не отзываюсь о нем нелестно. Я говорю о том, что это законодательное собрание в силу определенных причин перестало выполнять свои функции как власти. В силу определенных причин каких? Их может быть много. Они могут быть как федерального уровня, да, например, то есть все-таки строится вертикаль исполнительной власти, а законодательная власть в эту вертикаль немножко не вписывается. Так и местных, которые могут быть связаны там с какими-то фигурами влияния, собственно говоря, с позицией губернатора или чего-то еще, да. Но я еще раз говорю, недавно это обсуждали в товаре на экспертном совете, что вот само построение законодательной власти, когда губернатор сидит, это очень иллюстрирует функцию нашего законодательного собрания, как некую вторичную, вторичную власть. Хотя у нас законодательная власть, она никак не связана с исполнителем. Не, ну подождите, но губернатор же им там не дает там цену на заседаниях за собрание. Почему Путин не сидит? Почему представитель Путина не сидит? Я думаю, у Путина много другой работы. Почему его заместители не сидят, почему его представители не сидят, а сидят там на галерочке скромненько? Ты когда ответила, чтобы Никита Юрьевич сидел скромненько на галерочке? Нет. Ну, видела, но не за собрание. Здесь есть определенная неправильность. И это неправильность, что это внешнее. Она иллюстрирует саму суть этого происходящего. Поэтому как бы у нас законодательное собрание, оно не является, скажем, такой политической силой. Оно является чем тогда? Я бы так сказал, что это сейчас в данном виде, то есть безотносительно людей, которые там работают, я еще раз хочу сказать, я не хочу неуважительно отзываться ни о депутатах, ни о людях, которые работают. Там я очень многих из них прекрасно знаю и уважаю. Но вот та функция, которая осталась за ЗАГС-собранием, это функция такого отдела исполнительной власти по принятию законов. Вот опять же, смотрите, вот те же предложения, помните об отпуске губернатора, да? Что губернаторский отпуск не должен оплачиваться там в качестве льготы. Это предложение изначально внес депутат Дмитрий Русский. Вы имеете в виду санаторно-курортное? Да, 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 да. Его внес Дмитрий Русский. Все дружно проголосовали против. На следующее задание это же предложение вносит губернатор. Ну, это же анекдотическая просто история. Понимаете? О чем мы говорим? О какой мы говорим независимости исполнительной власти, когда они сами это не могут принять, пока это не внесет губернатор. Ну, это что называется, перестраховались. Да это не перестраховались, это, в принципе, обычная практика. Это обычная практика. То есть это, понимаете, ну, это вот показывает ту роль, которую сейчас играет Зак Собрания в нашей жизни. Не надо ее преуменьшать, но и преувеличивать тоже не стоит. Ну, я вот на этом предлагаю прерваться, потому что нам пора уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Фанасьева. Напротив меня все так же сидит цветущий Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Николай, давайте продолжим про районные газеты. Не пуха. Опять не про пчелок. Не пуха. Опять не угадал. Все-таки давайте про наше, то, что нам ближе гораздо. Вот 38 районных газет с 2016 года будут оптимизированы в целях экономии. Такая новость появилась на сайте «Бизнес-новостей». Принцип оптимизации кустовой, когда вокруг головной редакции будут сформированы 2-3 куста, что называется. И у нас получается, что будет создано 9 или 11 укрупненных учреждений, каждый из которых будет заниматься выпуском нескольких районных газет. А экономия где? Ну, вот сэкономить обещают на административно-управленческом персонале. Так, ну давайте посмотрим на районную газету в нынешнем виде. Там большой или управленческий персонал? Я, к сожалению, не знаю. Вот. На самом деле, как такового в этом нет. Есть редактор, может быть, есть журналист, может быть, два журналиста. Да? Может быть, водитель, потому что по району ездить надо. Может быть, там человек, который занимается рекламой. Дело в том, что они все с утра до вечера заняты, потому что они уже ужались все до максимума, потому что денег-то давно уже мало. То есть там нет, вот, понимаете, вот, видимо, полагают, есть главный редактор, да? Вот он сидит и дает команды. Таких главных редакторов в районах я давно не видел. Может быть, только в крупных городах. В районах редактор бегает, как Бобикс, с мероприятия на мероприятие ездит из деревни в деревню, как обычный журналист, потому что кто-то должен заполнять газету. Так? Ну, хорошо, а кого тогда, кого будут запрощать, по вашему мнению? Хорошо, рекламная деятельность, да? Ведь как рекламная деятельность в районе? Это ведь не как в Кирове. Тут никакие схемы не работают, кроме одной. Ты его знаешь, ты с ним договорился, все это будет, все свои. Если вот этот парень, который вот эту рекламу приносит, уйдет, то эти люди уже рекламу давать не будут. Они дают ее не просто там ради чего. Нет, подождите, Николай, в районах рекламу давать, кроме единственной районной газеты зачастую. Где там еще давать рекламу? Интернет, слава богу, есть, вот, есть наружная реклама, есть варианты там рассылки, адресные, еще что-то. Ну, я говорю про печатную, про печатную. Печатную. Нет там конкуренции у районной газеты? Вот, ну и как бы и рекламодателей у районной газеты немного, несмотря на то, что нет конкуренции, потому что, во-первых, и у фирм-то конкуренции особо нет, и все знают все на зубок, на какую улицу, что находятся, где что продают, понимаете? Там реклама-то избыточная, вот эта избыточная реклама дается в газеты только потому, чтобы ее поддержать. Чтобы поддержать тех людей своих, наших, которые здесь живут, чтобы им работа шла легче и лучше. Дело в том, что районка, вот смотрите, районка, на самом деле, это, наверное, самая читаемая газета в мире. Российская районка. Да? Вам виднее. Да, потому что вот даже вот такие случаи, когда, скажем, у библиотеки сельской нет денег на подписание районки, да? Люди скидываются. У них уже индивидуально нет денег, чтобы подписка же выросла, сумма подписок. Но они тогда сами скидываются без всяких там самообложений, без всяких ПМИ просто. И выписывают на свою библиотеку районку, и ходят, ее читают по очереди. То есть, понимаете, более читаемых изданий нет, наверное, нигде в мире, чем российские районки. Но это достигается за счет именно вот этой кропотливой постоянной работы. Именно вот людей, именно на местах. Потому что каждый район, это своего рода, скажем так, мир целый. Для них это их целый мир. Нет, на самом деле это же есть. Да. Вот. Если говорить о том, что это каким-то образом будет вертикально укропняться, то мы получим что? Мы получим, наоборот, дополнение к этому в лице некоего кустового руководителя, который будет руководить. Понимаете? Все будут плясать и бегать, а он будет руководить. Может, редакторов на местах сократят? Редакторы, они практически журналисты, которые еще выполняют, помимо журналистской, кучу других хозяйственных функций за ту же зарплату редакторскую. Они еще к тому же журналисты. Понимаете? Если сделать так, что в каждом районе будут только журналисты, то каждый вопрос нужно будет решать через вот этот вот самый куст. Возникли, во-первых, коммуникативные сложности. Во-вторых, вот этому большому боссу, который... Зачем тогда нужен этот большой босс? Я понимаю только одно, чтобы правильно транслировать мысли партии и правительства в массы, да? Что должен кто-то контролировать, чтобы материалы, приходящие из областного центра, печатались на нужном месте в нужное время. И ведь обратите внимание, когда начинается, не дай бог, вот эта вот выборная кампания, в 16-м году они как раз будут, да? Это ведь все районные газеты практически перестают быть районными. Они заполнены черти чем. То есть их просто невозможно читать, потому что пока были губернаторские выборы, даже вот эти вот как бы неконкурентные выборы районные газеты было нельзя читать. Везде было это огромное лицо Побритого, даже по такому случаю Никиты Юрьевича, помните, такая гламурненькая фотография, он такой задумчивый сидит, да, такой чистенький весь, потому что небритых в деревне воспринимают по-другому. Там небритые, это значит с утра плохо, да? Так ведь, ну это правильное, кстати, понятие, потому что мужик, работяга, он будет выбрит. Вот, ну, станок, пьяна, вперед. Вот, поэтому там были какие-то статьи, которые никому и непонятны, интересны. Вот это было самое плохое время для района. Сейчас я читаю районки, стараюсь их читать максимально, да? Вот я даже тут недавно съездил в славный город Малмыш в понедельник, да? Я там первое, что сделал, там в райадминистрации внизу, там как бы оформлены подписной пункт, люди приходят по подписке, получают газету, да? Я признаюсь, я стащил парочку. Я не подписан, я кого-то лишил этих двух газет. «Сельская правда» великолепная газета, понимаете? Ее читаешь, просто наслаждаешься тем, как на самом деле все происходит в жизни. Вот не тем, что нам показывают по ящику, да? А районная газета – это наслажда. Ты читаешь и понимаешь, что ты хочешь в Малмышевском районе жить, потому что здесь все так интересно. Здесь столько интересных людей. Здесь столько всего происходит. Понимаешь? Не давай. Вот это резать нельзя вообще. То есть понимаешь, сначала были какие предложения, что давайте мы их отпустим вообще всех на самотек, да? Но их нельзя отпускать на самотек, потому что следующие же выборы, если газеты будут на самотеке, то… Это вообще стратегическая штука в районе. Но ведь дело в том, что в 16-м году выборы не кончатся. И вот эта система… А зачем же тогда их оптимизируют? Если это понимаем мы с вами, наверняка это понимают и люди, сидящие в соседнем здании. Зачем их оптимизировать? Дело в том, что надо что-то оптимизировать. В 16-м году мы их оставим, в 17-м мы их зарежем. Вот. Потому что что там будет потом, а потом, после нас хоть потом. Так что тут без разницы. Вот. Понимаешь, тут выбор такой. Либо я уволю Ивана Ивановича из соседнего кабинета, либо я сокращу одну районную газету. Иван Ивановича нельзя, он свой парень. А этот район, кто мы его, откуда мы его видим, что мы там знаем, как-нибудь выплют. Главное, чтобы они выполняли свою политическую функцию. Вот эта кустовая газета будет транслировать туда вот эту политическую функцию. Газета будет как бы выходить, но она будет пустой, потому что людям будет, кому работать, если мы уберем главных редакторов. Да никого нельзя убирать. Там редакции сжаты до минимума. И зарплаты там, извини за выражение, гораздо ниже среднеобластных. Понимаешь, это люди работают, не скажу, что на голом энтузиазме, но за счет энтузиазма очень во многом. Тем более, зная там вот эти вот дороги, расстояния и все прочее. Нашли, что сокращать. Это же пчелки трудовые. Опять я возвращаюсь к пчелкам. Тема пчелок не отпускает. По-моему, знаешь, в районных администрациях найдется пара людей всегда, которые по своей стоимости возместят вот эту экономию, которая возникнет при оптимизации районных газетов. В любой районной администрации. И вообще другой вопрос. Возникнет ли эта экономия на самом деле? На самом деле здесь будет либо потеря качества, и экономия не сбалансирует эту потерю качества. Потерю именно интереса к этой газете, потому что это уже будет не совсем своя газета. Там будет слышен голос из этого центра, одного из одиннадцати или там из семи, сколько их будет. Понимаете? Это своя, это своя наша родная районка. Понимаешь, это вопрос даже, сказать, традиции. Я думаю, что сейчас селяне очень мало читают книг, но они все равно прозрачно читают районку. Они, вероятнее всего, мало смотрят телевизор, особенно в связи с этим постоянным перебоями в этих новых всех системах трансляции, но они все равно читают районку. И вот что-то менять в этом, это очень опасно. К чему это придет, я не знаю. У нас с вами осталось 4 минуты до конца эфира, и коротко хочу еще с вами поговорить про наши любимые субботники. Мы к ним возвращаемся, да, каждый год. Они каждый год и возникают? Ну, в общем-то, вы уже говорили, да, что вы не разделяете идею субботников, но вот тут Александр Перескоков нашел прямо новый подход к субботникам. Собственно, новый способ мотивировать руководителей коммерческих предприятий вывести свои коллективы на субботники. Вот сотрудники нашего сети-менеджера подготовили видеоопрос Кировчана в состоянии городских улиц, это все записали, а потом показали руководителям предприятий. Ну и сказали, в общем-то, вот, ребята, видите, нам с вами надо выйти на субботник. А то руководители предприятия не знали, что у нас в городе Кирове. Юль, мы на самом деле об этом много раз говорили, и понимаешь, на самом деле нет ведь ничего дурного. Нет, креатив я хотела попросить оценить. А какой здесь креатив-то? Ну в чем он креатив? Вы думаете, вот этот показ до того, что говорят кировчане, стал каким-то откровением для директоров предприятия? Ну, вряд ли, конечно. Я думаю, вряд ли. То есть какого-то воздействия дополнительного это не оказало. Я думаю, что слова Перескокова, которые были при этом сказаны, были гораздо важнее того, что говорят кировчане. Но я еще раз говорю, ничего дурного в том, чтобы помочь родному городу, родному там селу и поселку, нет ведь. Но ведь вопрос такой. Если я помогаю тебе, почему же ты-то мне не помогаешь? В ответ. Если мы помогаем городу выполнять его функции, а следить за порядком в городе функции муниципалитета, причем функции, обеспеченные деньгами. Да? Которых всегда не хватает. А это второй вопрос. Это вопрос к управляющим. Почему на эти функции не хватает денег? Куда эти деньги деваются? Давайте спросим. Вот давайте прокуратура, когда закончит просмотр детских танцевальных коллективов. Давайте у него спросим, почему не хватает денег на содержание территории городской. Хорошо, я выхожу. Я уже хочу про крыши и сосудки. Я выхожу, я не против выйти на субботник. То есть я оказываю услугу нашей городской власти. Но когда я потом обращаюсь к городской власти, она ведь мне никакой услуги не оказывает. Я на свое письмо получаю отписку там. Я не могу войти в это здание, потому что там сидит, извините, за оружение, полицейский, который тоже везде не хватает. А во всех администрациях районных они по-прежнему сидят. Они сидят, понимаешь? Говорят, сократили милицию. Я приезжаю в тот же Малмыш районной администрации. Вот он милиционер. Вот он где. И вас не пустили в Малмышев районную администрацию? Нет, нас пустили, потому что мы были в составе представителей делегации. А если я просто так пришел, то, конечно, бы нет. Потому что надо же по делу. Да сделать нельзя их беспокоить. То есть вот в чем дело. Вот это вот оказание услуг, оно может быть только взаимным. А когда туда дуй, а оттуда ноль, понимаете, я с этим не согласен. Поэтому я не пойду на субботник, организованный городской администрацией. Потому что это ее работа. А в свой город будете прибраться? Вот когда речь идет о каком-то селе, поселке или доме, тут совсем другое. Потому что в том же селе, там, если глава поселения просит тебя помочь, ты потом к нему приешь, он тебе поможет. Он сам возьмет там топор, там еще исправит тебе избу и так далее. Это куча случаев есть. Когда главы поселения просто берут в руки инструмент, мост ремонтируют, избу ремонтируют. Это другие отношения. Я такому человеку не откажу. Он сказал, надо, я сделаю. Потом я приду к нему и скажу, Иван Петрович, надо. Он мне поможет. Я приду к передскоку и скажу, надо. Я к нему просто не приду, меня не пустят. Вот поэтому я еще раз говорю, что в этом плане это лукавство. Если даже в советское время люди на субботниках, на субботниках в советское время, люди зарабатывали деньги. Другое дело, что деньги они не получали. Вот у нас дворец пионеров построен, вот эти деньги заработаны на субботниках. И люди видели. Вот мы поработали, вот построили дворец пионеров, который сейчас ковергают все коммунили, хотя никто в него не вложил ни копья, а все кировчане на него работали. А вот нынешние субботники, это мы просто закрываем статью расходов администрации. И эти деньги, которые мы им сэкономили, они потом направляют мне какие-то цели, которые мне неизвестны. Так ведь получается. Ну а если бы вам сказали, Николай, вот сейчас весь город Киров выйдет на субботники, а на сэкономленные деньги, не знаю, отремонтируют такую-то улицу. Тогда бы я посчитал, сколько наработают все люди выйдя на субботники, и сколько стоят ремонт этой улицы. Посмотрел бы вот эти цифры и сравнил бы, насколько они статусимы. Хотя, в принципе, вот это уже более здравая тема, когда человек работает на субботнике, он выполняет работу, а она имеет определенную цену. Эта цена фиксируется. Эта цена соответственно не тратится из бюджета этой среды. Это нормальный, вот скажем так, субботник это советское изобретение, великий почин, это со времен еще Ильича у нас пошло. Соответственно, если мы говорим о субботнике, то давайте понимать это слово именно в том значении, в каком оно было создано. Вот последний вопрос, нам пора заканчивать. В своем дворе все-таки выйдете на субботник или нет? Я уже выходил пару раз. Выходили пару раз. Спасибо за ваше особое мнение. Я напомню, это был Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар», что у меня сегодня с артикуляцией. Просто название бы такое дурацкое придумали, надо поменять, Юля. Не надо менять, я думаю, что как-нибудь я справлюсь. Хорошо. Спасибо. Меня зовут Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.